Плавание, гиревой спорт и мини-футбол. Динамо продолжает серию соревнований среди силовых структур города. На этот раз своих героев искал советский вид боевого единоборства – самбо. Спортсмены в вагонах на пару часов сменили официальную форму одежды на кимоно. Броски, захваты и прогибы, и пусть это не профессиональные атлеты, но схватки проходили в духе честной и спортивной борьбы. Александр Басария – милиционер по профессии и спортсмен по призванию. В самбо уже больше 15 лет. В конце прошлого века заглянул в зал, попробовал свои силы и с того момента влюбился в этот по-настоящему мужской вид спорта. Перейдем непосредственно к схваткам. Честно признаться, все прошло, как и предсказывали. Александр подтвердил свой высокий уровень, не дав соперникам ни одного шанса на победу. На сегодняшний момент тренирую сборные команд по этому виду спорта, который помогает в будущем защитить себя прежде всего и оказать какую-то помощь людям, когда выезжают на тревожные кнопки или по каким-то вызовам наши наряды группы с дружами. Я вам так скажу, что никогда нельзя недооценивать своего соперника, каким бы он ни был. Мастером спорта или рядовым спортсменом нужно настраиваться на победу. Динамо не ищет олимпийских чемпионов. Спортивное общество главной своей миссией, по словам руководителей, считает приобщение спасателей, милиционеров и военных к здоровому образу жизни. Ведь они служат примером для подрастающего поколения. Любой мальчишка мечтает носить красивую форму, которая всегда к лицу мужчине. Самозащита – это противодействие противнику без применения оружия. Самозащита включает наиболее эффективные приемы борьбы и защиты, отобранные из многих видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Сильнейшие определены, проигравших тут нет. Ведь выйти на ковер – это уже значит преодолеть свой страх и бросить вызов самому себе. И какими бы ни были спортсмены врагами в схватке, за ее пределами они настоящие друзья, что и является самым главным на этих соревнованиях.